Микс Ньюс Мы сегодня поговорим, во-первых, о самой картине, о том, как создавалась эта лента Ну и заодно, конечно, поговорим, я думаю, о возможностях ее посмотреть в условиях, когда все-таки еще кинотеатры закрыты Но, тем не менее, есть возможность увидеть этот фильм Вот поговорим о том, как наши создатели фильмов пытаются достучаться до зрителей Новые какие-то формы, возможности смотреть премьеры Ну и это документальная лента, которая посвящена музыкантам легендарной рок-группы Иннокентий Марпл А также музыкальному обозревателю Улдису Рудаксу Понятное дело, что фильмы создаются, снимаются о знаменитых командах, группах По одному однотипному сценарию используются архивные записи, используются какие-то видеозаписи, концерты Интервью, говорящие головы, где, значит, артисты что-то вспоминают, рассказывают И, в общем-то, фильм готов Ваш фильм совершенно другой, настолько очаровывающий, погружающий скорее в какие-то действительно философские раздумья В какие-то мысли о сегодняшнем дне, о смысле жизни Вот как вообще пришла идея, во-первых, почему Иннокентий Марпл И вот как пришла идея снять кино, вот именно не рассказ о группе, который по хронологии Вот мы познакомились, вот мы записали первую песню, вот мы отправились на первый концерт А здесь всё совершенно по-другому Ну, дело в том, что изначально идея была именно фильм о взрослении Об этом, о чувстве релативности времени Об каком-то старении, когда ты вроде ещё и не вырос И чтобы сделать такой рассказ, мне нужны были герои И вот то, что я из своих знакомых знаю, вот как бы пришло в голову именно вот эти мужики И они согласились Ну, а естественно, как бы то, что они музыканты, это то, что они делают Потому что и получилось как бы и фильм про музыку Хотя изначально идея была именно про это, ну, про вечные молодых людей Насколько я знаю, ваше знакомство с группой Иннокентий Марпл состоялось очень давно Сама команда отмечает уже 30-летие И появилась она ещё, когда не было независимой Латвии Когда, собственно, музыка, которую они играли Она была совершенно андерграундной И, в принципе, практически полулегальной Даже, можно сказать, ну, совершенно выбивающейся из всего, что можно было слышать Как вот вы попали? Я знаю, что это было на фестивале альтернативной музыки Дурвис По-моему, вы в первый раз вот с ними увиделись и познакомились Ну, я, ну, у вас, во-первых, мы одногодки И, как бы, я тоже такая альтернативная девушка была И, я думаю, мы уже встречались, когда на Краму Элос там был в подвале, такие альтернативные концерты И я даже заметила в каких-то архивных фотографиях Там спина моя или что-то я там танцую Так что даже, ну, не сознавая, что это именно та группа Ну, мы были где-то параллельно Ну, и вот я читал о том, как вы рассказывали историю Когда вот вы оказались на концерте И даже оказались, я понимаю, на сцене Предваряя выступление этой группы Иннокенти Марпл Да, это интересная история И когда мы сейчас опять встретились Я встретились, я напомнила Марплу Ну, Дамису эту ситуацию И он, ну, как бы, он помнил эту девушку У него даже фотография была моя Но он никак, ну, не совмещал эту девушку со мной То есть настолько это был уже какой-то другой мир Другие люди Да По тем временам вот эта музыка Это, в принципе, вот ощущение того, что это было Ну, всё-таки ведь совершенно что-то запрещенное В принципе, вот ещё в начале 80-х годов За подобные концерты можно было даже загреметь в тюрьму По большому счёту Ну, вот ближе к концу 80-х Может быть, это стало более доступным Но всё равно, вот, наверное, это же был аромат Такой какой-то запрещенной музыки Ну, на самом деле, я, насколько знаю Дамбис и загремел там на пару раз Какие-то короткие моменты в тюрьму И по-всякому там Но Но это была просто жизнь наша То есть я никогда не думала Ну, то есть я другую музыку не слушала Это было всё, что окружало меня И я так понял, что вам нужно было в тот момент На сцене прочитать стихи даже какого-то буддийского монаха То есть вас попросили такую перформанс устроить Да, я помню, что это был достаточно трудный текст Там было какое-то исповедение монаха Который себя обрезал И что-то такое Ну, что-то очень умное и трудное Но я как бы весь серьёз это всё прочитала Сама группа Она ведь очень сильно менялся её состав И практически, ну, вот Дамбис Как основатель, как автор текстов, песен и музыки Он, наверное, ну, вот единственный Кто остался из тех, кто начинал эту группу Вот как, почему, у меня вот самый главный вопрос Почему в этом фильме оказался ещё и Улдис Рудакс Который как бы в конце фильма даже говорит Я сам не понимаю, почему я Почему вот меня позвали в этот фильм Почему я здесь присутствую Хотя фильм про Иннокентия Марвелл Не, ну, дело в том, что на самом деле Фильм не про Иннокентия Марвелл Ну, как бы, я Рудак всё время рассказывал Что это про Иннокентия Марвелл Ну, на самом деле-то, можно сказать Главный герой — это Улдис Который, ну, как бы, думает про Иннокентия Марвелл Он создаёт, ну, сознаёт и свои, как бы, ну, личные вещи Личное понимание о том, где он, почему он, что он делает И что такое вообще 50 лет Это возраст, не возраст Ну, и в принципе, да, на самом деле с Улдисом всё и началось Я предложила Улдису, потом Раймонсу, потом Скрипу Потому что я их просто, ну, как бы, помню в своей молодости И, ну, очень хорошо совпало, что не только просто Ну, что я не музыкой занимаюсь, это, конечно Но я считаю, что, в принципе, было бы и хорошо ещё и сделать фильм про Иннокентию Был бы другой фильм, может быть, именно более такой традиционный С архивами, с рассказом Но я считаю, что это тоже нужно, это тоже стоит Насколько, вот я всё время поражался Насколько удивительно красивым этот фильм получился Вот как вы искали эти места Даже вот самые, казалось бы, обычные, там, обшарпанные Дома, какие-то Они очень, участки земли, где происходила вот съёмка Это всё как будто бы преображается, вот как в волшебной сказке Вот как это, в чём это магия, искусство? Ну, я считаю, что кино, в первую очередь, это визуальное искусство Это рассказ, который мы создаём именно из картинки И, ну, поскольку я и фотограф, у меня очень важно именно это визуальный язык И я создаю эту картинку, у меня шикарный оператор Дайна Сьюрага И вот вместе, ну, мы ищем, да, мы смотрим У меня очень важно не просто, что происходит, но как Как именно я на это смотрю И, ну, очень приятно, что зритель это тоже видит А насколько вот эта магия вот документального кино Где, сколько процентов вот заранее написанного сценария И того, что рождается, может быть, в наших глазах Потому что мы видим какие-то интимные вроде бы моменты Когда, ну, вот Рудакс готовит суп своим родителям Мы видим там, как Дамбис приносит ёлочку своей маме Вот это было запланировано Или это были какие-то спонтанные какие-то, ну, эпизоды, которые Ну, как сказать, кино, это всё равно, ну, оно создаётся Магия, по-моему, в том, что, ну, это создаёт живые люди Живые они, то есть они захочут сниматься, будут сниматься Не захочет – не будет Актёр ведь роль, ну, как бы, напишешь роль Он так и будет играть А живой человек, вроде ты, ну, можешь написать И, естественно, был сценарий Но как он сыграет? Захочет ли это он сыграть? И действительно ли в жизни именно так и произойдёт? Это уже вот эта магия, это и трудно, и интересно в документальном кино Да, но вот насколько сами люди, я понимаю, не смущались ли они, когда вдруг к ним домой вот приходила съёмочная группа, оператор Насколько вот это присутствие этого глаза со стороны, оно не сковывало ли людей, не делало ли их более, ну, как-то таких наигранными? Ну, логично, любая камера, ну, как бы, сковывает людей То есть, я думаю, любого человека, ну, как бы, мешает камера И чем больше, как бы, я считаю, он художник, чем больше он, как бы, на сцене, тем больше ему как раз мешает камера Это тоже интересно, что если снимаешь, ну, как бы, простых людей в деревне, они очень быстро, ну, как бы, уже забывают про камеру С ним легче, а если человек, который всё время, ну, как бы, ну, да, живёт на сцене, он создаёт свой облик И тогда он всё-таки более осторожный на то, что кто-то ещё, ну, хочет создать какой-то, может быть, и другой облик Но это вот... Но это и интересно Мне это вот всё очень напомнило историю, как современную с соцсетями, когда каждый человек, вот, пытается в Инстаграме или в Фейсбуке создавать свой собственный образ Пытаясь, может быть, приукрасить себя, показать с какой-то, ну, с другой стороны И вот достучаться до него настоящего, вот эту, как с луковицы снять вот эту шелуху Наверное, это ведь тоже очень сложно бывает Это сложно, но именно, ну, там и сама суть работы, ну, как бы, ну, я считаю, если не было бы этого, ну, как бы, сопротивления О чём тогда снимать вообще? Тогда всё уже так ясно Ну... Ну... Я надеюсь, что мои герои, они более, ну, есть, ну, то есть, они настоящие, я всё-таки так думаю Многие считают, что документальное кино — это что-то очень простое, то есть, вот, как съёмка скрытой камерой То есть, ну, как, вот мы просто вот подглядываем за чужой жизнью, вот, как камера видеонаблюдения Мы её включили, поставили, ну, и дальше вот всё происходит Вот что вы можете сказать, насколько сложнее документальное кино? Ну, есть разные жанры документального кино Есть так называемые наблюдательские документальные кино, что можно и сказать, это, да, долгое такое наблюдение и чего-то, но это тоже смысл, смысл имеет В моём, то есть, моё документальное кино другое, это более, можно сказать, такое провокационное Потому что я, ну, у меня уже есть идея, у меня есть сценарий И я точно знаю, что войдёт это в кино и что не войдёт И, да, это более похоже на игровое кино Разница только в том, что это живые люди И это и Вот звук внезапно пропал Непонятно почему Это живые люди, а вот дальше мы не слышали, к сожалению, что вы сказали Совсем ничего не слышно Я не знаю, мы, может быть, что мы можем сделать К сожалению, вот у нас пропал звук и Нет никакого сигнала, аудиосигнала Ну, давайте я попробую перенабрать Я просто закрою и открою зум И пока вот я это буду делать, я напомню, что мы сегодня говорим о документальном фильме I Blame, мы хотели изменить мир В котором заняты музыканты легендарной рок-группы Иннокентий Марпл, Дамбис и Скрип, а также музыкальный обозреватель Улдис Рудакс Продолжается программа Cinema Я напоминаю, что сегодня с нами на связи создательница документального фильма Мы хотели изменить мир, Ая Блей Фильм, посвященный игрок-группе легендарной Иннокентий Марпл Дамбис и Скрип, а также музыкальный обозреватель Улдис Рудакс В этой картине Еще есть четвертый герой, который даже присутствует на всех афишах Это Одиндж Вот почему он попал в историю Какая его роль, какая функция вот этого очаровательного пса Который занимает тоже такое большое экранное место В этой истории, судьбе вот 50-летних рефлексирующих, может быть, музыкантов Слышно меня? Да, сейчас все слышно, да, спасибо А, отлично Ну, во-первых, ну как же кино и вообще жизнь без животных Они же, ну, они же душа всего И Одиндж, он такой, ну, он настоящий друг у Улдиса Он везде с ним И именно через эту собачку, через Одинджа Улдис, ну, осознает свою смертность Создает, что, ну, то есть мы не бесконечны Даже не настолько сильно он это осознает через потерю отца Чем именно, что вот собачка, она уже старая, она может умереть И потому этот характер очень-очень важный А скажите, вот почему именно в вашей кинематографической карьере Документальное кино, а не игровое, вот стало главным, чем вы занимаетесь Ну, на самом деле я пробовала и игровое, и анимации, и рекламу И все, что возможно Документальное, ну, в каком-то моменте это было единственное возможное Поскольку, ну, бери камеру и снимай И, а в данный момент это уже, ну, я поняла, это мое Поскольку мне, ну, мне, ну, то есть мне интересно творить именно из того, что жизнь Сама жизнь, тут столько материала, что не надо ничего придумывать И это по-любому, это кино или фотография или еще что-то Но именно брать из того, что нас окружает Я читал о том, что съемки фильма начались еще в 2017 году То есть получается, что он создавался буквально чуть ли не три года Вот насколько, как меняются ли люди, меняются ли характеры Меняется ли сама, может быть, идея со временем этого фильма Ну, я считаю, что для документального кино три года это мало на самом деле Потому что насчет Дамбиса и Иннокентия Маркла Они вообще не меняются То есть они уже не меняются 30 лет Так что не страшно, можно еще 20 лет снимать Они также будут молодые, седые молодые художники Ну, в принципе, время — это то, что создают драматурги в документальном кино То есть получается, что многие события, которые происходят на протяжении этого фильма Это все иногда кажется, что просто все так спрессовано Но я вдруг вижу за окном то зима, снег То действие происходит в лесу, где герои собирают грибы То это лето То есть вот, в принципе, даже видно по смене сезонов Что это на протяжении долгого времени мы наблюдаем за этими героями Ну да, тем более, что именно идеи — это ожидание времени И скрип, у которого суд продолжается Это все принимает времени Это долгое такое ждать чего-то неизвестного Это все требует времени Но вот говоря про то, меняются ли люди Вот с одной стороны, ведь панк-рок, он был самым Таким, скажем, экстремальным, отвергающим буржуазные условности мира То есть когда он появлялся еще в 70-е годы А с другой стороны, мы видим уже Дамбиса Как такого, скажем, предпринимателя Который делает, сам изготавливает и продает И значки, и атрибутики Даже вот сам Улдис рассуждает и говорит о том, что Да, ну понятно, что ему нужно зарабатывать деньги Ему нужно уже как-то думать о том, чтобы обеспечить старость Вот нет ли этого какого-то странного противоречия Когда мы знаем все, что революционеры рано или поздно приходят Революция заканчивается контрреволюцией И вот нет ли в этом какого-то такого вот исторического Логического вот перерождения в противоположность То есть вроде бы панк, который протестует против общества Затем занимается коммерцией Ну да, это и есть этот конфликт со временем Это и есть конфликт фильма, внутренний конфликт героев И именно про этот фильм Да Тут пришел интересный вопрос от нашего слушателя Как отличить, что отличает документальный фильм От просто видеосъемки? Что делает вот эти документальные кадры документальным фильмом? Про ползу Меня не слышно? То слышно, то не слышно Ну есть, наверное, какой-то... Да, ну вот я еще раз озвучу вопрос Что делает вот именно просто простую видеосъемку Делает ее документальным фильмом? А, ну интересный вопрос Но на самом деле я как раз провожу в Академии Рисеба Про лекции, про эту тему И это занимает как бы учебу полгода Так что так просто одним словом не скажу Но наверняка мы просто видим и чувствуем это отличие Потому что я могу сказать Ну как просто зритель, который смотрел картину Есть много разных эмоций, которые возникают Но, наверное, самая главная эмоция Это во время фильма Когда тебе интересно Тебе интересно, что произойдет дальше Что скажут герои Тебе интересно увидеть, чем закончится их история И вот ни разу не вызывает Ну вот нет искушения, скажем, там Остановить фильм Ну вот отойти Тебе вот интересно его смотреть Вот как вы этого достигаете? Ну это не я Это драматургия Это чистая логика драматургии Но на самом деле Чем сложнее рассказ Так И у нас опять Да, у нас, к сожалению, опять пропал звук Вот действительно бывают такие моменты сложные в связи Наверное, придется снова нам попытаться перезагрузить К сожалению, приношу свои извинения нашим слушателям Но вот буквально минутку я попрошу всех подождать Мы сейчас попробуем снова загрузить Zoom И тогда продолжить разговор Я пока напомню, что мы беседуем с режиссером документального кино Ай Блей, которая сняла фильм Мы хотели изменить мир Мы с Грибаем изменить пасолы Кстати, вот сама строчка из песни Иннокентий Марпл Что мы хотели изменить мир, но мир изменил нас Чем-то перекликается Ведь, мне кажется, с знаменитой песней Андрея Макаревича «Машины времени» Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше мир прогнется под нас Но здесь вот как бы у «Машины времени» это звучит более оптимистично А у Иннокентия Марпла вот смысл как раз-таки прямо противоположный Вот можно ли сказать, что они пессимисты в том взгляде на мир? Ах, что-то всё равно у нас со связью К сожалению, не удаётся нам отладить звук Пока вот пришло интересное к нам Да, мы можем попробовать, может быть, сменить И попробовать по телефону Действительно, я думаю, что это будет проще Пока вот я воспользуюсь Возможностью задать ещё один вопрос От нашего слушателя Который говорит, что у вас совершенно не женский взгляд на мир Но, правда, он так пишет, что гораздо более Такое мужское Мужское Мужская логика и мужское какое-то вот Мужское видение, может быть, более предметное мира Сейчас мы попробуем связаться с вами по телефону Как раз вот и ответим на этот Будем ждать ответа на этот вопрос И заодно поговорим о том, где можно будет посмотреть фильм Мы хотели изменить мир Ай Блей, который рассказывает о пангруппе Иннокенти Марпл Ну и посвящён такой, скорее, истории обретения себя У нас есть связь Да, здравствуйте ещё раз, Ая Вот слушатель, который сказал, что у вас такой Мужской, мужской буквально взгляд на мир Это интересный вопрос, но, наверное, зум мне надо выключить Да, да, давайте, да, выключим зум Хотя, конечно, приятно видеть Так, and meeting for all Так, алё, слышно? Да, всё слышно, слышно вас, спасибо Да, это очень интересный вопрос Ну, увы, я женщина Нет, слава богу Это интересно, поскольку даже когда Я первый раз в фейсбуке положила просто фото Ну, происходит съёмки про группу Иннокенти Смартлс И там были комментарии мужиков Ох, надеемся, что режиссёр мужик Ну, сори Я, ну, не мужик и далеко не мужик Но, да, это, наверное, какое-то представление И как бы должно чувствовать и мыслить мужчиной Как женщина Но я как раз думаю, что фильм всё-таки очень женский Поскольку он мягкий Там всё-таки, ну, скажем так Нету мата Нету вот такого, ну, жёсткого Там есть очень спокойная поэтическая жизнь этих людей Может быть, ну, режиссёр мужчина хотел что-то бы пожёстче сделать Мне так кажется Ещё вот один вопрос от слушателя, который вспоминает сразу же фильм легендарный Поднякса «Легко ли быть молодым» И вот спрашивает, ну, вот я понимаю, что нет ли какого-то, ну, переклички этих фильмов Поскольку мы видим ведь, опять-таки, героев, ну, практически этой картины Поднякса Спустя вот 30 с лишним лет Ну, в таком смысле, да Да, в таком смысле можно на это посмотреть Тут тоже поколение Просто она уже, ну, скажем так 30 лет спустя И осталась ли она настолько такая же И что-то у нас изменилось И как вообще мы воспринимаем это время Да, в таком смысле, да Ну, конечно, по стилистике, по подходу к документалистике Это разные фильмы, естественно Ну да, да, ну, конечно Но вот интересно, остались ли они, вот как, по-вашему, молодыми Ну, вот верными своим идеалам молодости Те вот герои, о которых вы сняли фильм Да, и именно потому и наверняка им трудно Как бы им было трудно и как бы в советское время Прижиться при, ну, советской системе И потому и они как бы остались в андерграунде И сейчас, когда есть, ну, как бы другие Другие правила жизни Другие правила, ну, другая конъюнктура Они вот не могли подстроиться ни под одну из Ну, они остались как бы между И, наверное, потому и именно они до сих пор молодые Трудно ли расстаться с героями фильма, отпустить Всегда это вот, ну, как у этого Когда заканчиваются съемки сериала Обычно актеры, которые снимались вместе Для них это какой-то, ну, вот травматический момент Когда они понимают, что все Последний съемочный день Они расстаются друг с другом Вот вам легко ли отпустить героев? Это такой интересный парадокс Неожиданный для меня Вот когда я снимала Меня настолько уже надоели Ну, все-таки такие большие дети Когда фильм готов Мне действительно жалко И как-то вдруг, по-моему, именно сейчас После фильма Именно, наконец-то, открылись эти отношения Они раскрылись Мы созваниваемся Мы надеемся скоро встретиться И да, ну, что очень даже важно Что остались такие теплые отношения Что мы, ну, наверняка Останемся друзьями Это важно Насколько я могу предположить Я просто заходил на страничку фейсбука Иннокентия Марпла Что планировалось премьеру фильма Совместить с концертами группы Иннокентия Марпл И вот сейчас, к сожалению, этим планом помешала коронавирусная инфекция Вот насколько вам, ну, вот в ваших планах Этот фильм донести до зрителей Вот другими способами На других платформах Вот где его можно сейчас посмотреть Ну, сейчас этого фильма можно посмотреть в онлайне Есть две платформы Одна это Vimeo Demand Надо просто зайти в сайт Измайнетпасаулепилма.лв И там уже дальше сайт на Vimeo Demand И этот фильм можно посмотреть с субтитрами И с русскими, и английскими, и даже латышскими И вторая платформа это Shortcut А в принципе, ну, я все-таки, ну, надеюсь, что фильм будет и, ну, выйдет и в кино Но пока я все-таки тоже считаю, что лучше нам, ну, соблюдать изоляции И я, ну, думаю, что в кинотеатре он выйдет только уже к сентябрю И когда уже, ну, надеюсь, что мы забудем про этот вирус И захочем опять встречаться Ну, я не думаю Я знаю, что открылись кинотеатры Там, да, 25 людей Но я считаю все-таки это, ну, не лучшее время Где нужно, ну, идти в кино в данный момент А мне важно сейчас показать Потому что именно фильм все-таки тоже Осуждает о смысле жизни, о смысле, как бы, бытия О том, кто мы и почему мы Я думаю, это как раз совпадает с этим временем В котором мы сейчас живем Насколько вот эти возможности Сейчас открывающиеся новые для проката фильма Именно онлайн привлекают кинематографистов Насколько вам интересно, может быть, следующие картины Планировать именно вот тоже с премьерами в онлайн Может быть, уже после того, как фильм покажут на больших экранах И насколько меняются, может быть, предпочтения зрителей Потому что многие, может быть, ну, действительно опасаются ходить Посещать кинотеатры А дома они с удовольствием могли бы посмотреть эту картину В смысле, вы думаете, в будущем? Да, вообще в будущем, да Как это будет развиваться? Может быть, эти тенденции вот постепенно Ну, станут более популярными Просмотры фильмов именно в домашних условиях Но я считаю, что это возможность В домашних условиях смотреть кино Это уже, как бы, уже давно существовало Тем более, ну, например, у меня большой экран Дома и хороший видеопроектор И, как бы, и звук И я совершенно комфортабельно могу дома смотреть кино Единственное, что у меня, ну, как бы Всегда я недовольна тем, что Официально, ну, купить фильмы, которые я хочу посмотреть Не настолько-то просто И вот это у меня был такой, ну, как бы, я себе сказал Нет, мой фильм, он будет доступный Я сделаю, чтобы его можно было посмотреть Легально И вот это тоже в Латвии развивается Ну, то есть уже больше и больше Латышских фильмов можно посмотреть в онлайне За деньги, бесплатно Ну, разные, то есть новое кино, естественно За деньги, а уже, ну, классику можно посмотреть и так Ну, это уже развивается, это больше и больше Ну, как бы, открывается эта возможность Очень многие большие, вот, действительно, платформы Вот в Латвии, там, Shortcut Это и Netflix, и Amazon Они, ну, предлагают такие возможности смотреть и самые новые фильмы Даже сами создают фильмы Вот не видите ли вы, может быть, каких-то возможностей сотрудничества В будущем с такого рода платформами Которые могли бы, ну, заказывать фильмы Или, ну, учиться быть Софинансировать создание этих картин Ну, это было бы здорово Я пока еще не интересовалась от таких возможностей Но я думаю, это все будет развиваться И наверняка уже это все есть Но по-любому все-таки я надеюсь, что кино останется Так же и останется Ну, я как фотограф до сих пор снимаю на аналоговой пленке А не дигитальной Так что, ну, кино — это кино И так же, ну, как и встречи с зрителем Это тоже важно Но я думаю, это все нужно И так, и так Кстати, некоторые говорят о том Что кино именно на кинопленке По-другому воздействует на зрителя И когда человек смотрит цифровое Ну, кино, снятое на цифру Это апеллирует к его разуму А кино, которое показывают на пленке Скорее взывает к его чувствам Вот насколько это правда? Ну, это уже как бы Ну, не, ну, чувства к нас зовет и Ну, как бы и дигитальное кино Это чуть другое Но то, что пленка воздействует Ну, как живой материал Это, ну, это так Ну, это живая Просто пленка, она живая Это, ну, наверняка Люди чувствуют Тут пришел еще один интересный комментарий Ну, вот продолжение По поводу мужского и женского Женщина может увидеть душу Может быть потому, что Все настоящее в человеке Это история о душе А душа — это женщина Вот мужчина — это свет, женщина — душа И поэтому вот приводит этот человек Выражение на русском языке Свет очей моих и душа моя Согласны ли вы с такой интересной трактовкой? Ну, я только могу сказать Большое спасибо Это красивые слова Спрашивает еще один наш слушатель Присылал нам такой вопрос Можно ли снимать документальный фильм Скрытой камеры? Ну, вот мы касались Немножко этого вопроса Не, ну, снимать можно все Вопрос, зачем? Ну, есть разные жанры кино И есть кино, которое снимает Скрытая камера Это так называемая провокация Есть Но, то есть, мой стиль Это, ну, мой стиль открытый И, ну, я не считаю Что мне нужно, как бы, скрывать Скажите, а вот Дамбис и Скрип Они собираются ли? Ну, вот планируется ли Какое-то действительно осенью мероприятие С кинопоказами С выступлениями на Кенте Марпл Для того, чтобы все-таки Это действительно стало каким-то Ну, вот, я не знаю Хэппинингом, событием Вот, при премьере уже на киноэкране Да, я очень жду этого события И я очень-очень, ну, как бы К этому событию иду Что осенью это будет Красивый большой кинопоказ С выступлением Дамбиса Встреча с публикой Как бы, ну, ну, настоящий Премьера фильма этого Я на это надеюсь Ну, то есть Ну, да, это будет Это должно так быть Состояться, так скажем И, конечно, сразу же вопрос Есть ли какие-то планы на следующий проект И, может быть, он уже снимается? Не, уже я Я вот заканчиваю сейчас книжку Как график Мой дебют Иллюстратора Но есть уже замыслы Нового в кино И, да, есть идеи Ну что же, пожелаем вам удачи Удачи обязательно с, конечно, с премьерой Осенью картины на большом экране Ну, а тем, кто вот Не может дождаться осени Есть возможность посмотреть на Вимео Демант И Вимео Это Легче всего найти тогда Да, конечно Просто набрать Даже в гугле Просто название И обязательно вы найдете Способ посмотреть эту картину Спасибо вам большое За такой подробный Интересный рассказ Ая Блей Режиссер фильма документального Мы хотели изменить мир Мы с Гребем Измайнит Пасаулы Сегодня была в программе Синема Спасибо вам Удачи До свидания Спасибо Удачи